Всем привет друзья, с вами Маракаси. Итак, сегодня я хотел бы показать отличнейший бой на ПТ-САУ 10 уровня Объект 268 вариант 4. Крайне занимательная ПТ-САУ на самом-то деле, то есть она способна выдавать хороший урон и при этом еще и отлично бронирована. И также хочу порекомендовать вам отличный набор Amazon Prime, получите премиум танки, Вангар, Т-103, Ревал ВРЗ, СУ-122-44, Хэви Танк номер 6, Х5 Опыта, также допайки разнообразные, день према, наклейки и так далее. Если интересно, переходи по ссылке и получай себе на аккаунт. В общем-то действительно полезные вещи. Также выигрывай золото, для этого всего лишь в комментарии укажи свой игровой ник и досмотри данное видео до конца. Я думаю это будет тебе весьма даже полезным. Итак, друзья, стало известно очень много информации про черный рынок, так что давайте поговорим об этом. Очень большая ошибка в черном рынке заключается в том, что люди ставят целые числа в аукционе. Это совершенно неправильно. То есть если у вас такая цель купить какой-то танк, то желательно конечно ставить разумную цену, чтобы не совсем уж там заломать какие-то огромные деньги, непонятно за что. Но при этом ставьте не целые числа, это обязательно. То есть не 4 миллиона, а например 4 миллиона 156 тысяч, потому что многие почему-то ставят числа целые. То есть и выигрывает порой тот, кто там на 100 серебра предположим больше поставил. Ну такая вот простая вещь, но почему-то многие ее не понимают. Также, что я хотел бы отметить, друзья, не бросайтесь на все танки подряд. То есть то, что там какой-то прям вышел. Ну подумайте, у вас время есть на это. То есть тут спешить в аукционе нет смысла. Подумайте, сколько это действительно стоит, потому что можно поставить, например, конечно 100 миллионов серебра, но будет ли это танк столько стоить? Я думаю, что никакой прям танк столько не стоит. Но вот там 6-5 миллионов серебра вполне даже. И кстати, друзья, давайте посмотрим скриншоты всех танков, которые будут в черном рынке. Т-22СР, соответственно, не помню, как это, танк мелкий называется, ФОЖ-155, также вот тут Ренегат есть, это, конечно, здорово. По-моему, это Самуай или Лорейн. 3Д-стиль для Е-50, ВЗ-101 Сквилин, Шкода, по-моему, этот Пантера, разведпантера. Также у нас даже Проджета есть, Вафля Е-100, это, наверное, шутка какая-то, фотошоп. Также ряд других некоторых танков, из них, конечно, выделяется ИС-3 с механизмом заряжания, поляк тоже весьма даже неплохо. И, друзья, вот список неофициальный, конечно же, танков, которые будут в черном рынке. То есть вы можете видеть, что тут имеется Проджета, также поляк, также тут Шкода, ВЗ-101 Сквилин, как я сказал, Самуай СМЭ, да, это не Лорейн, это Самуай СМЭ был, Кромвель-Б, Ренегат, ИС-3 с механизмом заряжания, ФОЖ-155, Тартал, МК-1, Т-22СР. Это те танки, которые я бы рассмотрел, может быть, для покупки по нормальным ценам, адекватным, то есть если будет такая возможность, какие-то, конечно, лоты я постараюсь купить. И также, что еще стоит отметить, многие вот радуются то, что купили, ну, вчера танк, ну, вот этот вот, как там, ТЛПС, по-моему, как так называется, короче. Но подумайте дважды, хватит ли вам серебро на все лоты, можно, конечно, продать там какие-то танки, может быть, ненужные, но еще будет много лотов, как вы понимаете, и, конечно, желательно серебро еще приберечь и, ну, разумную, опять-таки, цену ставить, а потому что, реально, я удивляюсь, сколько некоторые люди ставили там по 20 миллионов серебра за этот танк, серьезно. И также сегодня с утра у нас был танк М-10 РБФМ, соответственно, 300 золота, по-моему, минимальная ставка. Ну, в основном тут аукционы, что, в принципе, логично, в игре хотят, конечно, от этого еще больше прибыли получить, но, как вы можете видеть, то есть, не все лоты вылетают прям легко. Даже тот же ТЛПС, он, соответственно, нифига не просто вылетел, то есть, его с трудом там закупили по минимальным ценам. То есть, это означает, что, в принципе, ну, не стоит, опять-таки, делать какие-то слишком нерядные, огромные ставки. Далее, оказалось, что такой вот известный, ну, стример, в общем-то, который, конечно, к танкам никакого отношения не имеет, ну, просто рекламирует их за хорошие деньги. Ну, просто так, это PewDiePie, конечно же, ну, для информации, так скажем, в общем, видите, что WG старается сейчас максимально игру, в общем-то, прорекламировать, насколько это возможно. Также, друзья, хочу сейчас, в общем-то, показать, где я, собственно, забираю постоянно золото и другие премиум танки. Добрый день, друзья, с вами Маракаси, итак, давайте поиграем на сайте Vodhub, попытаемся выиграть что-нибудь ценное тут. Также воспользуйтесь бонусами данного сайта, то есть, тут можно получить, например, премиум танк какой-нибудь, или там премиум аккаунт. В общем, много халявы. Давайте пооткрываем кейсы инкогнито, ну, начнем, по крайней мере, с них, а дальше уже посмотрим, что можно еще выиграть. Так, что у нас тут такое, 5000 рублей, офигеть. Это очень круто, очень круто. Это мы продаем. Что-то нередное, удача прям, 5000 рублей. Так, давайте попробуем как-нибудь еще кейс, например, черный рынок, как раз сейчас он идет, кстати. Конечно, долгая такая анимация. Вот так, ну, чуть-чуть золото все выдержит, давайте еще раз попробуем. Так, забираем. Ну, и последний разок. 5000, блин, голды мимо пролетают. Ну, в целом все. Что у нас там? 5661. Также, друзья, вы можете сейчас видеть, как выглядит внешне новый 2D стиль, связанный с песочницей. То есть, вероятно, можно его за тестовый сервер песочницы заработать. И, в принципе, тоже довольно интересно, то есть, на ходу, получить какой-либо подарочек от VG. И также, многие сейчас спрашивают по поводу того, когда будет все-таки обновленный боновый магазин, раз все-таки черный рынок у нас наконец-таки появился, когда все-таки можно будет теперь и за боны приобрести новые танки. На самом деле, вопрос тут весьма простой. Я уже много раз на него отвечал, что когда у нас будет ранговые бои сезон, соответственно, тогда и будет у нас обновление бонового магазина. Ну, то есть, сначала ранговые бои последний сезон, после него обновление бонового магазина. Что, в принципе, весьма логично, потому что VG, во-первых, обещают два раза в год обновлять боновый магазин. И, в основном, они делают это как раз после окончания ранговых боев всех трех сезонов. Так что, вот помимо серебра, который вы приобрели, я еще много раз говорил копите боны. И, конечно, они скоро вам тоже пригодятся. Также, друзья, многие спрашивают насчет того, какие танки я бы точно рекомендовал бы покупать. Вот я смотрел список и самые лучшие танки, за которые, в общем-то, не жалко серебра, ну и, возможно, даже золото. Итак, первый из них, который, танк, который я бы точно купил бы, это у нас Ренегат. Ренегат. Очень хороший танк, ну, его хвалят многие игроки скилловые. Ну, я обычный игрок, в принципе, для меня танк, ну, очень даже приятен. Из серебра, наверное, я, может быть, отдал бы за этот танк от 10 до, может быть, ну, maybe 12 миллионов серебра я бы за него отдал бы. Максимум 15 золота. Ну, золото он стоит, наверное, от 8, скажем так, до 10, максимум 11 тысяч золота. ИС-3 с механизмом заряжания, соответственно, этот танк я бы купил бы в серебре, ну, может быть, за 10, ну, от 8 до, наверное, 12, может быть, даже 14 миллионов серебра отдал бы за этот танк, потому что он, наверное, хороший. По золоту, опять-таки, от 8, наверное, ну, максимум до 11 тысяч золота. Потом Фош 155, я бы не стал бы его брать, потому что, ну, он не прем. Может быть, Торт ЛМК-1 я взял бы, но это такой обычный танк, ничего такого. Ну, наверное, за медонов 6, серебра, может быть, 8. Потом, саму АСМ я бы точно купил бы, если бы у меня его не было. По цене, наверное, от 7 до 12 миллионов серебра. Это сколько вот я бы отдал бы, сколько мне было бы не жалко. Хотя 12, это, наверное, много для него. Ну, до 10 миллионов серебра можно было бы за него отвалить, максимум 12. А золоте, ну, наверное, от 7 до 10 тысяч можно за него отдать. В З-101 Скуиден, по некоторой информации, этот танк будет стоить 22 тысячи 500 золота. Я считаю, что это дороговато, учитывая, что это акционный танк. И вроде как не настолько имбовый. То есть, его, наверное, я бы не стал бы брать. Шкода Т-27, Чехословакия, СТ-8 уровня. Наверное, взял бы эту машину. Вот по характеристикам она весьма неплохая. Наверное, ну, может быть, я бы взял бы примерно, не знаю, за миллионов 6-7 серебра. Ну, точно взял бы, точно. В золоте, не знаю, мне кажется, в золоте максимум 8-7 тысяч золота отдал бы. Проджета, ну, это последний танк, который я бы точно купил. А, ну, еще поляка, можно тоже купить. Ну, Проджета, по любасу, тут от 8 миллионов серебра до 15 миллионов серебра можно отдать за этот танк. В золоте, ну, может быть, тысяч 9-10, ну, максимум 11. Польский танк, прототип, наверное, я бы отдал бы за него от 8 до, ну, максимум, может быть, там, 10 миллионов серебра в золоте. Может быть, там, 9-10 тысяч золота. Ну, это такие мои соображения, конечно же. Пишите в комментариях, что вы думаете. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Желаю вам удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok